Ну, что-то мы получаем от Бога по благодати. Ты просто просыпаешься новым человеком, и многие грехи отвалились от тебя, и ты не понимаешь, когда они от тебя отвалились. А с какими-то вещами приходится сражаться. И у меня нет ответа, почему. Просто есть ответ, что когда я сражаюсь, в сражении меняется мой характер. В сражении формируется новая Женя, новая личность. Которая способна иногда сражаться даже до крови. Вот и все. И каждый грешит каким-то грехом. У каждого есть свой какой-то любимый грех, от которого очень сложно отказаться. И поэтому, как Алла Пугачева пела в песне, не отрекаются любя. Вот до тех пор, пока я это люблю, мне очень сложно от этого отказаться. И важно прийти к Богу честно и сказать, Бог, я так люблю курить. И поэтому я жду любой повод огорчиться. Или там любой повод, знаете, как вот, «Ой, меня обидели, я с женой поругалась, прекрасный повод покурить». И надо быть честным с Богом, с самим собой. Это не то, что я не хочу курить, но вот рука тянется сама за сигареты. Я люблю курить, и поэтому я курю. Но я понимаю, что это неправильно, я понимаю, что это меня оскверняет, я понимаю, что это делает меня, уязвляет, делает меня уязвимым. «Дай мне ненависти ко греху». Надо быть честным. И будет рождаться ненависть ко греху постепенно. Это мы привыкли верить в сказки, что вот так вот все происходит. Иногда какие-то вещи уходят постепенно из нашей жизни. Мы должны как-то с ними сразиться. И поэтому я считаю, самое первое сражение, которое начинается, оно начинается с правды. «Я люблю это делать, но понимаю, что это неправильно. Дай мне ненависти к этому». И начнутся прикольные времена, когда эти сигареты, этот тайный грех начнет вас сильно-сильно позорить. И вот когда придет сильнейший позор, вот тогда вы начнете от этого отрекаться. Вот тогда вам станет это противно. А пока вы это любите, никто вас не освободит. Спасибо.